8 октября Раменский городской суд пробил очередное дно. Он приговорил бывших полицейских к лишению свободы, правда условному, за то, что те фабриковали дела о наркотиках. Гособвинение запрашивало реальные сроки лишения свободы, однако суд с этим не согласился. Напомним, что потерпевшие действия полицейских были приговорены к реальным срокам. Один из них успел отсидеть год в СИЗО. Что мы видим? Правоохранители фабрикуют уголовные дела, им за это дают условные сроки, а потерпевшим пришлось отсидеть реальное. Мы решили посмотреть статистику по статье 286, по которой и осудили полицейских, это превышение должностных полномочий, и разобрались, что в целом правоохранителям, в кавычках, вполне себе можно совершать преступление. По данным статистики Верховного суда, за 2020 год, всего по статье 286 было осуждено 823 человека. Из них только 146 получили реальное лишение свободы. Условное наказание присудили 321 осужденному. Процент оправдательных приговоров также удивляет. Всего было оправдано 40 человек. На фоне того, что в России процент оправдательных приговоров меньше одного, это просто безумие. 295 уголовных дел было прекращено по различным основаниям. Статистика основания конкретной не приводит. Для сравнения, по экстремистским делам было прекращено всего 15 уголовных дел, а вот процент оправдательных приговоров неутешителен. Их просто нет. Ну, видимо, в экстремистских делах сотрудники полиции работают тщательнее, находят доказательства, борются сильно, сильно стараются. Поэтому и оправдывать некого, и не за что. Такие вот интересные цифры. Мы напомним, что экстремистские статьи – это не только разжигание ненависти и насилия. Это еще и комментарии в социальных сетях, репосты, различные статьи. А вот когда мы говорим о превышении должностных полномочий, то здесь речь идет как раз о насилии, пытках, фабрикате с уголовных дел, доказательств и так далее. Продолжение следует...